Всем привет! Вы на канале Лерон. Сегодня я снимаю мукбанк. У меня вот такие замечательные круассаны. Они просто огромные! Посмотрите! Они у меня с малиновым заварным кремом. Что-то такое, типа. Всем желаю приятного аппетита, кто вместе с нами будет сейчас пить чай, либо кушать. И также желаю приятного просмотра. У меня тут, как обычно, чай. Короче, эти круассаны я заказывала с Чизкейк Ру. Вот. Они просто огромные, посмотрите. Они такие пышные. Реклама, что ли? Капец, я вся в этой посыпать ещё буду. Они прям очень такие воздушные. Кусенька. Вот так они выглядят. Добралась до малинов. Угу. Ну, соса, потому что он огромный. Жесть, у меня с лица белый. Я дошла до крема. Он такой вот розовый. И тут салфеточка. Так. Посмотрим, что у нас тут. По вопросикам. Такой вопрос. Сок или газировка? Угу. Сейчас ставьте на паузу и пишите обязательно в комментарии, вы за сок или за газировку и почему. Ммм, вкусно, Глент. Угу. Я, наверное, отношусь к таким людям, которые как бы и не за газировку и не за сок. То есть, у меня нет какого-то такого, ну, конкретного предпочтения, что я пью только сок или пью только газировку. Конечно же, иногда хочется и просто сок попить с места газировки, и также наоборот. Но в нашем мире, что полезнее газировка или сок, тут непонятно. Потому что сейчас делают такие соки, что они совсем состоят, не совсем состоят из фруктов. А если какие-то натуральные соки, там, в составе только, не знаю, какой-нибудь фрукт свежего, там, какого отжима, да, или как сказать, прямого. Вот. Ну, такие соки стоят очень дорого, прям вообще. Настя, на выбор, дадут сок или газировку, что-то возьмешь. Да, какая газировка, какой сок. Ну, да. Ну, давай, сам популярный, там, добрый какой-то и кола. Добрый какой вкус? Любой. Я бы, наверное, взяла апельсиновый сок с мякотью, если он будет, конечно. Ну, я очень люблю апельсиновый сок, я могу его пить сколько угодно, наверное. Вот тут начинки не было. Обычно. Кидал. Перепутали. Вкусно. Но сухова. А ты за что, сок или фрукзировка? Если себе употреблять, или вообще, что из них лучше? В плане там. Себе дано? Угу. Ну, возьму, конечно, газировку. Почему? Ну, для меня оно вкуснее. Вот что полезен, наверное, сок. Ну, из чистого состала. Такие вот соки ежи за 200-300 рублей. Прям. Видно, что реально сделано так. Нормально. Вот раньше были соки, которые вот в банках трёхлитровых. Да, трёхлитровых, да, я помню. Яблочный чаще всего был. И томатный. Яблочный, кстати, он примерно такой же, как и вот эти соки. Не сказать, что он натуральный был. Нет? Он разве был натуральный? Я тогда просто за составом не следил. Ест. Из данного садика всегда соки, давай. В этих банках. Ну, я состав не помню этих банок. Мне кажется, там тоже не всё, как чисто. Надо будет как-нибудь взять за мороженое. Ну, большие, конечно, они. Не одолго, а есть. Угу. Ну, чё, маленькие были. Он пустой. Тоже? Вот так вот кидаешь. Сколько у нас было, в общем, 7 штук? 7 штук. Это непонятно, пустой или не пустой. Но из семей два были пустых. Специально, что это делать. Угу. Экономят. У них написано было, что именно с этим, с наполнителем. Угу. Ладно, это подарок был. Если заказывать, прикиньте, я пожалую два пустых. Ну, на заказ, наверное, сделать нормально. Причём тут это, она же с холодильника общего доставала коробки. А, тогда я-то кидала его вообще. Два кросса на пустых дали. Ага. Я пустые. А не, они реально пустые? В магазин могу пустые ездить. Сама могу пустые проготовить. Ну, как они начинку туда заливают? Через дырки какие? Ммм. Дырку надо делать снизу. Или сбоку. Непонятно. А на этом всё. Наш ролик подходит к концу. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Отвечайте на вопрос. За соквы или за газировку. И за какую, и почему. Всё, спасибо. Всем пока.